Всем привет! Уже совсем скоро начнут появляться обновления к Цивилизейшн 6, входящие в годовой пак New Frontier Path. И в связи с этим Фераксис показала две новые цивилизации, которые по идее должны 21 мая и появиться. Давайте коротенько об их способностях. Во-первых, Майя с женщиной-лидером Иксвакчан Ахав, не уверен, что правильно произношу, но переводится это как Госпожа Шести Небес. Тут Фераксис продолжает идти в фарватере равноправия полов. Зачем ставить в лидеры приевшегося всем покаля? Давайте малоизвестную женщину бахнем. И не важно, что она вряд ли была реальной правительницей, у нас же уже есть Горга, которая руководит Спартой. Извините мои гендерно-шовинистические придирки. Способность цивилизации называется Маяб. Города, основанные рядом с побережем или с источником пресной воды, не получают бонусное жилье от воды. Зато фермы получают плюс одно жилье и плюс одно золото. И каждый ресурс роскоши рядом с центром города – дополнительное довольство. Способность лидера тоже труднопроизносимая. Икс-Мутал-Ахав. Интересно будет посмотреть, как его переведут. Плюс 10% дохода от всех ресурсов городам в радиусе 6 тайлов от столицы, кроме самой столицы. Многие часто спрашивают, что этот радиус значит. Это значит от центра города до центра города. При этом минус 15% дохода всем городам дальше от столицы, чем 6 тайлов. И, наконец, плюс 5 боевой мощи юнитам в радиусе 6 тайлов от столицы. Уникальный юнит – хульче. Я думаю, в русскоязычной цивилизации он будет иметь особую популярность благодаря своему названию – хульче. Так вот, он заменяет лучников и имеет плюс 5 боевой мощи против раненых юнитов. Кроме того, у него усилен дальний бой – 33 против 25 у обычного лучника. Это довольно много, между прочим. Он даже круче лучников питать уникального юнита Нубии. Правда, у лучников Нубии ближний бой побольше. И двигаются они на 3 клетки, а не на 2. И, наконец, уникальный район Майя – обсерватория. Заменяет кампус, соответственно, стоит дешевле. Правда, дает науку не за горы или за холмы, как, например, у Кореи, а за соседние плантации и фермы. А именно, плюс 2 науки за соседнюю плантацию и плюс 1 науку за 2 соседние фермы. Ну, честно говоря, нация выглядит очень необычно. То есть она, как минимум, заточена на высокое развитие. За счет того, что города дальше 6 тайлов от столицы получают штраф к ресурсам. То есть такая высокая защитная империя. Ну и независимость от гор для науки очень хороша. Я понимаю, что не всегда можно найти плантацию для кампус. Но поставить 6 ферм вокруг уникального района Майя, я думаю, можно будет всегда. А раз 6 ферм вы поставили, то, значит, плюс 3 к науке вы будете иметь точно. А это не всегда доступно для других цивилизаций. Ну и в комментариях к этому анонсу, конечно, у меня вот в сообществе народ писал, что нация спорная. Ну, по-моему, этим и интересно. С другой стороны, конечно, она не на атаку. И будет ли достаточно вот этих городов, размещенных вокруг столицы, а я так понимаю, что как раз штук 6 их и получится разместить, то есть вот в этими семью городами плюс столица вам придется играть, хватит ли этого для доминации? Ну, проверим на практике. А вторая цивилизация — это Великая Колумбия. И тут с лидером никаких сенсаций, конечно же, Симон Болеват. Способность цивилизации называется Эхерситу Патриота, что можно перевести как Армия Патриотов. И она дает плюс 1 очко перемещения всем юнитам, а также повышение юнита не завершает ход его. Вот это как раз очень важная штука, потому что вы можете вылечиться за счет повышения, получить бонус и сразу атаковать. Способность Симона Болевара называется Компания Адмирабле. Я бы это перевел как Великолепная Компания. И дает вам каждую новую эру уникального юнита Великой Колумбии, а точнее уникального великого человека, команданта-генерала. То есть вы перешли в античность, вам дали команданта-генералов. Перешли в Средневековье, дали команданта... Точнее не вы, а когда вся карта переходит в новую эпоху, конечно же. Хотя вы знаете, я тут задумался. Надо будет проверить, когда вся карта переходит, или когда конкретно вы переходите. Это, кстати, важно. Так вот, этот генерал-команданта работает как генерал, но у него есть особая способность под названием отступление, retire. И она дает разный эффект. Во-первых, сам по себе юнит, вот этот генерал, дает плюс 4 боевой мощи юнитам кавалерии в радиусе двух тайлов. Во-вторых, одно бесплатное повышение военному сухопутному юниту, и золото, равное 50% цены покупки этого юнита. Кроме того, плюс один слот торгового пути, бесплатный торговец в ближайшем городе, это уже когда вы задействуете эту способность. И либо минус 30%, не процентов, просто 30 хитпоинтов здоровья вражеским юнитам в радиусе двух тайлов, либо, по-моему, он может вылечить ваши юниты. Но только уникально. Это мы переходим к следующему юниту. Уникальный юнит Великой Колумбии, Льянеро. Он заменяет кавалерию, дешевле в содержании, получает плюс 4 боевой мощи рядом с другим Льянеро, и полностью лечится, если находится в радиусе действия генерала-команданта, который использовал свою активную способность. Как это вообще будет работать, кстати, вот эта активная способность, я не уверен. По идее, раз он использовал способность, он должен исчезать, но как оно будет, посмотрим. И, наконец, уникальное улучшение у Великой Колумбии называется Асьенда. Я смотрел на грамоте.ру в Википедии, хотя всегда после мексиканских аргентинских сериалов у меня в семье это называли Хасиенда. Где-то я еще видел вариант Гасиенда. Ну вот, оказывается, правильно, Асьенда она называется. Это уникальное улучшение дает плюс 2 золота, 1 производство и 1 жилье. Кроме того, плюс 1 еду за каждую 2 соседних плантации, и 1 еду за каждую плантацию после открытия стандартизации. Как будто этого мало, плюс 1 производство за каждые 2 соседних Асьенды, то есть их вообще надо треугольничками ставить, и плюс 1 производство за каждую Асьенду после открытия быстрого развертывания. Правда, можно строить только на лугах и луговых холмах, равнинах и равнинных холмах. Уверен, что Великая Колумбия будет появляться в тундре, так что подгорание обеспечено. В общем, вот такие две цивилизации анонсированы. Великая Колумбия, по-моему, очень так серьезно заточена на войну, причем на атаку, тем более, что все юниты имеют плюс 1 очко перемещения. А Майя, наоборот, на защиту, причем такое вот на развитие. Интересно почитать в комментариях ваши отношения к обеим цивилизациям. Кроме того, во вкладке «Сообщество» я выложил голосование за какую из этих двух цивилизаций мне сыграть в первую очередь против компьютеров на уровне сложности «Божество», когда они появятся. Пожалуйста, прошу вас перейти и проголосовать. На этом все. Ждем их появления. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok